Привет! Вот и у нас снежок пошел. Вчера я записывал на работе, там дурачился под музыку, а под музыкой играла, которую я написал в МНЖ. Но играла с колоночки, вот как сейчас. И они мне даже не дали ее это самое, сразу там эти по правам, короче, какие-то претензии. Я не знаю, как насчет вот так вот будут или какие-то претензии. И вообще я не пойму, честно говоря, в чем разница. Это уже вообще, короче. Можно же наиграть на гитару, да, и точно так же. Я эту музыку, я смотрю потом, сыграл на гитаре. И вещь же идет о том, что сейчас же играет вообще чужая песня, в чужом исполнении, еще и с чужими словами. Там в МНЖ, хоть я ее сам составил, получается, я сыграл на каком-то аппарате. А они хотят за свой аппарат, то есть это взять, что у диджея взять за вертушки, да, за его вот веню, который он использует, который он купил уже. Взять за него налог. Смотрите, какой бигель идет, эта порода красавчик. Опа, красота, бигель. Вот он. Моя жена, как узнала такого, ну, что такая порода есть, хочет тоже себе такую собаку. И вся моя семья в нее влюбилась теперь. Но я хотел собаку, это самое, там немножко, ну, это мой сын, конечно, сильный. Потому что было тяжело через свет, кто это все протихнуть. Но когда бигели я им показал, мне посоветовали. У меня шеф разбирается хорошо в собаках. Ну, шефы, капут, то есть, ну, непосредственный мой начальник. Вот. Они все влюбились с ним. Аня, конечно, что-то написала, там надо посмотреть. Вот. Ну, сейчас пятница. Автобус, наверное, на свой я опоздал, другим путем можно будет больше заснять. Вот. Такая у нас сыпь. Я, твоя, твоя, модель. Я, твоя, твоя, модель. Что, а это мне тоже приятный пенсик, или не пропустит? У них же там, наверное, стоят роботы, и прям по звукам песни они уже определяют автоматов. Что? Ну, да, понятно, я же не могу фильм какой-то снимать и транслировать музыку чью-то и не спросить у него. Это да. Я не знаю, но когда я еду в машине, играет у меня в машине эта музыка, и я снимаю этот клип и выставляю его на YouTube. Там Шляйгер какой-то играл, они же его пропустили. Может быть, нужно, чтобы было как-то все забито другими звуками, чтобы оно не распознавало его, чтобы это уже было как бы твое творение. Запеть там самому вай-вай-вай-вай-вай. Специально для джема. Без пантов. Это вот наше предприятие, которое мы вчера показывали. Не все вы видео посмотрели. Там даже и вчера было, я долго снимал, там что-то перед грушей. Пытался объяснить свой маленький опыт постановки удара рукой прямого. Ну, хоть чуть-чуть только нахер. Это не смотрел никто. Пока минут 18 или 19 минут. О, вот тут уже я играю на гитаре. Уже мне никто не появляется. Песня. А песня, опять же, не моя. И что теперь? Что теперь? Я не пойму, какая у ММЖ привилегия перед другими семьями. Дома напротив. Вот это хороший видеоклип получится. Мы хотим жить. Мы живут, чикакушки. И вон мы пришли. Заелись о своих правах. Да. Слышишь шелест плачей. Это мы. Дальше действовать будем мы. Дальше будем выставлять видео. Так что ждите продолжения. Пока можно. Дальше действовать будем мы. Как вы уже поняли, мы дорогие телезрители. Ну, это так, по старинке. В целом деле. А телевидения тут немного, но тоже хорошо. Вообще хорошо, да, как техника. Сегодня мечта каждого в детстве там было быть там популярным, звездой. Снимать видеоклипы, играть музыку. Все так хотели, но никто не хотел для этого что-то сделать. Ну, вот палец о палец ударить. Пальчики-то болят на гитаре. Учиться играть. Можно только было подпевать. Типа ты там в Guns'n'Roses там открываешь рот, если не можешь в ноту попасть. Вот. И оказывается, все не так уж просто. А тут уже все тебе уже дано. Уже YouTube. Уже по-моему, кто-то, по-моему, Дебров, кто-то уже это говорил. Все дано. Делай видео, снимай, делай искусство. Были бы идеи, да? А идей тоже много. Было бы время. А потом, когда садишься в эти идеи выполнять, оно оказывается же не так просто. И сидишь, и давишь, и давишь, и давишь, и давишь. Оно не идет. Весь день, весь день ушел. И ты еле выдавил из себя песню. Вот так вот. И получается, а иногда получается так вообще отпадно. У меня телефон разбит, и я это. О, хорошая концовка получилась. Это я Кассио включил, бит, и просто на гитаре наиграл. Я так вам еще сделаю. Вот. И, например, у меня телефон разбитый. Я это. Значит, беру я это, записываю в ММЖ песню. Как раз вот эту вот, «Юхалы козаки», да? Я писал. Блин, так хорошо спел. С душой, блин, попал в ноты. Все дела. Не сохранил, уронил телефон, он раскрылся, разбился, цак, песни нет, вокала нет. Ладно, хорошо, я себя научился чему-то в этот момент. Опять записал, спел, блин, еще лучше спел. Ну, так уже, как я спел, ну, точно уже не получится. Это я уже знал точно, потому что я уже был на пике своего, как бы, вдохновения в этот день вообще. Я понял, да? И опять, не сохранил? Телефон падает, разбивается, раскрывается, и тот же анекдот, песни нет. Я в бешенстве, потому что я понимаю точно, даже если я переделаю сейчас, так как я спел, я уже не спою. Так и вышло. Я потом переделал и сохранил, как смог. Но, тот вариант, ушел в космос, а он был лучше. он был объективно лучше. И вот, когда знаешь, что ты вот эту планку выдержал все-таки, да? И тут такое еще, вот это облом. А когда много идей, вот садишься и думаешь, вот-вот-вот-вот много идей, сейчас я сделаю. Но когда доходит дело до самой работы, оказывается, все не так просто. И куда-то это все удовольствие девается. И ты понимаешь, что это работа. И главное, нет такого, что вот я включу сейчас себе кнопочку, и я спою с душой. Есть такое, что у меня просто нету сил, и я уже не пою с душой. И не получается. А иногда, точнее не иногда, а всегда, даже если с душой не поешь, но тогда включаешь кнопочку запись, даже вот так вот, YouTube, начинает сердечко биться, выделяется адреналин, энергия идет. Энергия выходит сама по себе, циркулирует. И скажу еще, что со временем становишься, ну как сказать, подсаживаешься на это, да? Вот как бегуны бегают, они подсаживаются на это, на спорт, и тогда потом у них как ломка, да, если резко прекратят спортом заниматься. Вот. И так вот у меня это самое, ну как я подсел на это, что вот энергия отдается, когда играешь там, или что-то делаешь, какое-то искусство. Я думаю, просто сейчас с диктором работаешь. Вот. И оно как бы идет, и потом как подсаживаешься, этого начинает не хватать, там, начинаешь рисовать, или еще что-то. А почему? Потому что понимаешь, что времени мало. Мало по-любому времени, потому что как посмотришь на кладбище, люди не доживают до семидесятника. А так как я куролесил, так мне вообще нужно радоваться, что я еще. Понимаете? Поэтому, да, баскер, наклаждатель жизни. проходил главное этот самый, только что, вот, видите, хромает чувак. Вон он там за мной хромает, вон он идет, хромает. И говорит мне, камера запрещена, ты мазефакер. Но он коллега, мне, честно говоря, его жалко, да? Но вот, понимаете, как хозяин, я же снимаю себя, я же на него снимаю, я себя снимаю, да? Он это не видит и не знает, и его это как бы не идет. А Ферботен, я не знаю, я нигде это не читал, я же на него, я же на него снимаю, и у него не спрашиваю, как бы, все хорошо. Поэтому, потому что я его не снимаю. Вот. Эй, камера из Ферботен, you мазефакер. Это он мне говорит посередине дороги. И вот я, кстати, заметил по себе, что я, вот на такие мелочи, я готов, блин, вступить в бой, сейчас в конфликт с каждым, для меня сейчас это трагедия, блин, катастрофа. Я не могу от этих придурков абстрагироваться, абсолютно. вот начинаю уже нервничать. Не знаю, вот мне еще многому нужно, наверное, научиться. Вот. Понимаете? Моя игра. И проблемы, да? А то, что он меня только что оскорбил и спровоцировал еще. И главное, что, блин, он идет, ниже по ветру не ходит, он калека, блин, идет и хромает. Понимаете? То есть, блядь, списать ему пиздюлины, я нарушаю закон. То, что он меня назвал мазефакером, он нарушил закон. Но самое главное, что я проходил мимо общежития, мимо общежития с беженцами. И это был беженец, понимаете, сто процентов. То есть, вообще, я скажу так, вот, я, конечно, особо в городе там не гуляю и так не общаюсь, ну, как бы, не тусуюсь, мне как бы было параллельно, да, на них. Но я вам скажу так, стало тесно, откровенно тесно. Раньше, ну, если в Нюрнберге, да, там есть там турецкие районы, да, стоят там куча турков, как они там себя вызывающие ведут, допустим, там втроем. Ну, вы знаете сами, наверное, как это иногда бывает и в Москве. Вот. А тут просто, ну, ладно, их стало много, я бы общать же не могу, есть же и нормальные, хорошие, но, я скажу так, ну, стало теснее просто, понимаете? Если раньше нам ни хрена не давали, ни пособия, ничего, блин, а для них тут сразу нашлось. Я же не говорю, что я им завидую там, или что они живут какой-то крутой жизнью, ну, посмотрите, какой они живут жизнью. Вот. Вот это, вот их объект.